Медицина – один из государственных приоритетов. С 2018-го заработал фонд капвложений. Теперь обновляют автопарк скорой, закупают медоборудование. Стройки идут по всей стране. Список уже идет на сотни объектов – больницы, поликлиники, сельские фапы. Масштабный ремонт охватил Бендерскую поликлинику номер 2. Реконструкцию начали прошлой весной, и уже ремонтные работы близятся к завершению. Старое здание постройки 60-х годов превратилось в современный объект социальной инфраструктуры. Бендер и детская поликлиника Поколенина. Капитальный ремонт здесь идет уже больше года. От прежнего здания остались только стены. Все остальное новое – крыша, окна, лестницы, полы, межкомнатные перегородки. Заново сделали отопление, канализацию, провели электропроводку. Это все отопление было, ну, советские еще чугунные, они забитые все были. Мы полностью поменяли, пол сняли, здесь тоже была часть плитка, часть линолиума была. Линолиум даже было кое-где три слоя, четыре слоя. Все это сняли, заново делали стяжку, ну, из раствора. И сейчас будет тоже здесь будет плитка, будет красиво. Полы из плитки будут в коридорах и в кабинетах поликлиники, а еще везде подвесные потолки и водоэмульсионные панели, эстетично и гигиенично. Лестничные проемы тоже стали здесь шире и удобнее. Вот здесь будет перевод, будет из нижней реки. Естественно, здесь тоже будет кафель, этот, сама лестничная клетка, лестничный марш. Будет совсем другой вид, это будет очень красиво. И это будет там и для детей будет там поручень, чтобы дети могли подниматься, и для взрослых будет. Чтобы в поликлинике зимой было тепло, а летом прохладно, стены облицевали пеноплексом. Сейчас строители работают над фасадом здания, укрепляют декоративные элементы, красят, белят. Обещают, что он будет ярким и красочным. Поликлиника же детская. Еще здесь нужно установить пантусы и сделать навес над парадным входом. Недели через две-три сюда уже начнут завозить новую мебель и оборудование. Деньги на это, как и на ремонт, выделили из фонда кап вложений. Только строительные работы обошлись почти в 6 миллионов рублей. В поликлинике запланирована прекрасная, уютная детская комната, которая позволит ожидать безболезненно деткам своей очереди к врачу. Это прекрасные, просторные палаты дневного стационара. И кабинет, которым мы гордимся, это кабинет ЛФК. Также есть некоторые тренажеры, которые также были закуплены из фонда кап вложения для восстановительного лечения детей-инвалидов. Еще в детской поликлинике установят современную систему кондиционирования и рециркуляторы для обеззараживания воздуха. На прилегающей территории наведут порядок. Уложат тротуарную плитку, установят скамейки, высадят вечно зеленые растения. Новоселье медики отметят уже в начале зимы. Торжественное открытие обновленной поликлиники запланировали на середину декабря. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.